Деревня Сабанаки в 25 километрах от Тобольска – настоящее дворянское гнездо. Отсюда пошел один из самых известных и влиятельных сибирско-татарских родов – Кульмаметьевы. На протяжении как минимум 400 лет они принимали активное участие в политической жизни региона и даже были вовлечены в некоторые важные исторические события русского государства. В книге Зайтюны Тычинских показана многосторонняя деятельность на службе России. В 1796 году указом императрицы Екатерины II род Кульмаметьевых получил дворянство – первые среди всех инородцев огромной империи. Не только богословы, но и представители татарских голов знали несколько языков, они являлись посредниками в общении с восточными странами. А это в то время, как раз в 17 веке, было очень сложно, это очень было важно для российского государства, которое упрощило свои позиции на этом месте. Кульмаметьевы с конца 17 по начало 19 века состояли на должностях голов тобольских служилых татар, управляя и частью вопросов гражданской жизни татарского населения. В книге Зайтюны Тычинских представлены материалы, собранные более чем за 20 лет ее работы. На презентации издания собрались коллеги и, конечно, представители рода Кульмаметьевых. Они тоже принимали активное участие в сборе информации. Были крупными неземными родильницами, политическими деятелями, военными начальниками. Они установили китайскую границу, были послами, дипломатами, всеромонгольским ханом, казахским ханом. Рассказывать и рассказать не перерассказать на самом деле. Для меня это очень важно, потому что я являюсь членом семьи. И это моя история, история большой-большой семьи, которая внесла большой вклад. Очень рада, что сейчас занялись историки наши в Тобольске, наши родословные. Это же очень приятно, даже и какая-то гордость, что даже многие будут знать. И я своим потомкам оставлю. Думается, что следующая часть будет называться книга «Вторая династия», где уже будет рассказано об истории рода в 19 и 20 веке. История рода нам не менее интересна. Один только получается Басир Кульмаметтиев, личность начала 20 века, она настолько многогранна и интересна, что ему можно посвятить даже целую книгу. Часть материалов для второй книги уже собрана, однако остались еще тайны, которые предстоит разгадать, а точнее изучить, вновь погрузившись в архивные документы и исторические записки. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Тобольское время.